Всем привет, вы на канале Ростиксона. Сегодня мы поговорим про CBBC на бирже Gate.io. Разберём, что это такое и как его использовать. Но перед началом хотел бы поделиться с вами телеграм-каналом Ростика. Там много всего интересного, много разных конкурсов и розыгрышей. А также там много полезной информации, которую вы не найдёте на YouTube-канале. Также в описании видео есть регистрационная ссылка на Gate.io, при которой вы получите вечную 20% скидку на выводы. А сейчас сделаем небольшой опрос жителей Санкт-Петербурга. Привет, отвечу на пару вопросов. Конечно. Что ты знаешь о криптовалютах? Сама лично никогда с ними не сталкивалась, но как бы знаю, что это такое. Какие плюсы, минусы, может, знаешь? Я знаю, что это полная анонимность и что взятки удобно с ними врать. А как ты думаешь, сколько примерно пользователей в России криптовалют? Ну, Россия большая страна, наверное, несколько миллионов. Да, правильно, от 4 миллионов до 10 примерно. Спасибо за ответы. Спасибо большое. Итак, CBBC является производным финансовым инструментом, который обеспечивает инвестиции с использованием заемных средств в базовые активы. CBBC имеет обязательный механизм вызова. Когда цена базового актива достигнет цены количества, CBBC будет вызван и торговля будет прекращена. Пожалуйста, принимайте инвестиционные решения с осторожностью. Определение и формулы. Цена исполнения. Если CBBC удерживается до истечения срока действия, цена исполнения – это цена исполнения, по которой инвестор будет покупать или продавать базовые активы для исполнения контракта. На практике инвесторы будут получать расчетный платеж напрямую. Если CBBC вызывается до даты его погашения, цена исполнения будет использоваться в качестве критерия для оценки того, имеет ли CBBC остаточную стоимость. Если цена исполнения вызываемого бычьего контракта ниже, чем самая низкая рыночная цена базового актива в течение периода наблюдения, или цена исполнения коллируемого медвежьего контракта выше, чем самая низкая рыночная цена в течение периода наблюдения, тогда есть остаточная стоимость. Цена кола. CBBC имеет обязательный механизм кола. Когда цена базового актива достигнет цены кола, контракт будет принудительно исполнен. Так называемые бычьи или же медвежьи контракты больше нельзя торговать. Дата погашения. Если CBBC не вызывается до даты его погашения, он будет вызван в определенное время, в дату погашения эмитентом. Коэффициент. Коэффициент правомощности относится к количеству CBBC, которые могут быть приобретены в обмен на 1 единицу базового актива. Предположим, что соотношение равно 5000. Это означает, что 5000 CBBC могут быть обменены на 1 единицу базового актива. Коэффициент правомощности важен для деноминации каждого CBBC. Чем ниже коэффициент, тем выше номинал. Передаточное отношение. Фактический коэффициент ливериджа CBBC. Формула расчета придаточного числа. Когда цена базового актива изменяется на 1%, теоретически вызываемый бычий контракт с 10-контрактным коэффициентом, переключение передач вырастет на 10%. А вызываемый медвежий контракт с 15-кратным коэффициентом передачи упадет на 15%. Чем выше передаточное число, тем выше риски. Точка безубыточности. Это точка, где рыночная цена CBBC равна первоначальной стоимости. Стоимость финансирования. Это стоимость, полученная для выпуска CBBC, которая включена в цену CBBC и становится меньше по мере приближения даты погашения CBBC. Премиум можно рассматривать как стоимость средств, взимаемых эмитентом с инвесторов CBBC. Как рассчитать премию? Обязательное событие кола. Как только цена базового актива достигнет цены кола, CBBC будет вызван и торговля будет немедленно прекращена. Даже если цена придет в норму вскоре после того, больше нельзя будет совершать сделки. Если будет установлено, что CBBC инвесторы имеют остаточную стоимость, то остаточная стоимость будет передана инвестору. Обязательный период наблюдения за вызовом. Расчет производится не сразу после вызова CBBC, а после определенного периода наблюдения, который используется для определения остаточной стоимости и расчетной цены. Продолжительность периода наблюдения составляет обычно, но не всегда 4 часа. Пожалуйста, обратитесь к эмитенту CBBC для получения более точной информации. Остаточная стоимость. Если цена исполнения по вызываемому бычьему контракту ниже расчетной цены или цена исполнения коллизионного медвежьего контракта выше расчетной цены, то в контракте есть остаточная стоимость. Если нет, то остаточной стоимости нет. CBBC не может генерировать отрицательную остаточную стоимость. Как рассчитать остаточную стоимость? Расчетная цена. Если CBBC вызывается до даты его погашения, то расчетная цена является самой низкой или самой высокой зарегистрированной ценой базового актива в течение периода наблюдения. Как рассчитать расчетную цену? Расчет после погашения, если CBBC удерживается до даты его погашения, то расчетная цена будет представлять собой среднее значение поминутной цены спотового индекса за последние 10 минут до окончания торгов. Урегулирование будет возвращено инвестору. Как рассчитать остаточную стоимость? Сборы за обработку для торговли CBBC на гейт-айо такие же, как и для спотовой торговли. Ставка платы за обработку составляет 0,2%, которую можно оплатить баллами гейт, но пока не с помощью гейт-токена. Скидки вип-уровня также применяются к CBBC. На этом видео подходит к концу. Не забывайте подписываться на телеграм-канал Ростикса, там реально много всего интересного. Ну и если же вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь. А также не забывайте про комментарии.